Здравствуйте, это программа «Активная позиция». Сегодня поговорим о том, как гражданские активисты решают вопросы защиты трудовых прав. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, прежде всего, какие проблемные вопросы находятся в фокусе внимания фонда? Давайте с этого начнем. Общественный фонд «Адлиджин и Оркендю» образован гражданскими активистами в феврале текущего года. Основная цель фонда – это защита интересов человека труда, повышение его авторитета в обществе. И мы стремимся к построению справедливого и благополучного общества, где граждане имеют равные возможности для получения социальных благ. На сегодняшний день во всех регионах нашей страны у нас имеется 20 представительств фонда, это активные граждане. И также на сегодняшний день по мере узнаваемости фонда, по мере того, как он помогает тем или иным гражданам по трудовым конфликтам, привлекаются к нам сторонники, бывают среди них активные сторонники, которые предлагают проекты, помогают реализовывать мониторинги по качеству питания, по мониторингу школьного питания. Ну и основной фокус проблемных вопросов – это, конечно, нарушение безопасности и охраны труда на промышленных предприятиях. Это низкое качество школьного питания, условия хранения продуктов, обслуживания. Это низкое качество дорог, строительства при строительстве, при ремонте дорог. Вот такие фокусы внимания основные сейчас на этом сосредоточен фонд. Если говорить о самом фонде, о составе, кто в него входит и есть ли костяк у фонда? На сегодняшний день фонд имеет представительство во всех регионах страны. Кроме того, по мере того, как больше узнают о фонде наши граждане, которые получают юридическую помощь, другие полезные информации от фонда, они вступают, сторонники фонда. Среди сторонников есть и активные сторонники, которые вовлекаются прямо в мониторинг, допустим, качество дорог или школьное питание. Также рассказывает нам о таких вот проблемах, допустим, с которыми, может, они сами сталкивались. Это касается трудовых конфликтов между работодателями и работниками. Помимо этого, у них могут быть знакомые, родственники, которые попадают в такие ситуации, и они тоже доводят до своих знакомых и просят обращаться в фонд «Адликзенеркендел», где мы оказываем уже во всех регионах, онлайн и оффлайн, бесплатных юридических консультаций. Не только консультации, но и, если это необходимо, обратившимся, то мы готовим соответствующие письма, жалобы в нужные инстанции. То есть есть некое количество людей, которые занимают, условно, некие должности, и есть люди, которые вам добровольно помогают, люди, которые неравнодушны к тем или иным проблемам. Я правильно понимаю? Да, это вот такие граждане с активной гражданской позицией, которые ознакомились с миссией, с целью фонда, и как бы, да, зажглись и хотят тоже быть активистами фонда. То есть это безвозмездная, скажем так, поддержка. И на сегодняшний день уже по всей стране у нас насчитывается более 6 тысяч сторонников. Очевидно, что для успешного развития того или иного движения или проекта необходимо собрать очень талантливых, разных людей, чтобы совершенно разные представители страт общества объединились и какие-то идеи генерировали. Вот как обстоит дело в фонде? Насколько у вас инклюзивное представительство разных поколений, взрастов, социальных страт? Ну, во-первых, у нас представители, руководители представительств фонда в регионах, это уже такие опытные, авторитетные общественные деятели, которые давно работают в гражданском секторе, неправительственном секторе. И большинство из них и были инициаторами создания этого фонда. Поэтому они тоже вокруг себя собирают таких же активных граждан, граждан с такой позиции своей, неравнодушных, которые действительно хотят помочь развиваться обществу, государству в целом. И также активисты, допустим, у нас, да, вот, ну, большинство представителей сторонников, это представительницы прекрасного пола, 56% у нас, 45%, 44% получаются мужчины на сегодняшний день. Это вот из тех 6 тысяч сторонников. Ну, Алмата, такие большие города, как Алмата, Шамкент, Астана, составляют 12% из этих всех регионов. Также в нашем фонде 33% это молодежь от 18 до 45 лет, от 46 до 50 тоже где-то 33% составляет, 23% это представители более взрослого поколения, это от, получается, 46 до 60 лет. И 10% у нас люди старше 60 лет тоже, как бы, да, вступают в ряды фонда. В чем заключается работа активистов фонда? Вот давайте об этом поговорим, о самой механике. В чем она заключается? Ну, активные сторонники фонда, они узнают, допустим, да, какие проекты мы реализовываем. Помимо, вот, допустим, да, посещения предприятия, проведения мониторинга безопасности и охраны труда на промышленных предприятиях, у нас еще есть проектная деятельность, волонтерская деятельность, есть при фонде молодежное крыло. И вот активные сторонники, они задают вопросы, узнают, где, в каких регионах проводятся какие проекты, и стараются вовлекаться, допустим, в тот же мониторинг школьного питания. Хотят побольше получить знания, обучиться, и тоже стать вот такими вот полноценными, такими участниками вот этих вот наших вот проектов при фонде. Помимо этого, у нас будет проводиться обучение для, допустим, да, проведения, вот, мониторинга, допустим, качества дорог. Мы с КАЗ ДОРНИИ пришли к соглашению, что они проведут для наших представителей, для наших сторонников, активных сторонников, обучающие такие вот мероприятия, может быть, и в онлайн, и через Zoom-конференции, или там в оффлайн-режиме проводить обучение. И активные наши сторонники сами выходят на нас, просят, чтобы мы их там включили в те или иные обучающие компоненты, и тем самым хотят содействовать, вот, как бы, да, деятельности фонда. – То есть это фактор обучения, то есть вы обучаете, погружаете ваших активистов, да, в тему, в заданную проблематику. Дальше это сбор, может быть, деталей, да, самой проблемы, отзывов, возможно, каких-то уже жалоб, предложений от общества, да. Еще какие функции есть? – Ну вот, к нам обращаются еще при возникновении трудовых конфликтов. Наш фонд уже начал такую вот системную работу по выявлению найма на работу без трудового договора и вообще по устранению этих вот такого выявлений. Потому что, согласно данным Бюро статистики, при агентстве стратегических планирований и развития республики Казахстан, на сегодняшний день более миллиона человек работают без трудовых договоров. То есть неформально. Это вот и сезонные работники, это вот строители, да, потом трудящиеся вот в селах, даже на каких-то предприятиях, городах тоже бывает такое, что работают без трудовых договоров. Вот ярчайший пример, что вот так не надо делать, да, это вот нам обратился Никита Плетнев, он в Акмолинской области, в селе Талабкер, работал на этом, где вот газопровод проводили. То есть работодатель не стал с ним заключать договор, сказал, я тебе оплачу, но как он, когда он выполнил свою работу, он полным объемом не смог получить свои заработные деньги. И он обратился к наш фонд, и сейчас мы над этим тоже работаем, чтобы действительно выйти. Потому что вот эти вот работодатели, они являются двойными обманщиками. То есть они обманывают государство, скрывая доходы, не платя налоги, да, и еще они вот как бы, да, недоплачивают или вообще не оплачивают, бывает, рабочим. Помимо этого, есть, допустим, такие случаи, что получает травмы на рабочем месте, но трудового договора нету, поэтому никаких там социальных, никаких там выплат ущерба здоровью, получается, он не может как бы, да, потребовать, потому что нет у него трудового договора. Поэтому вот с этим явлением наш фонд будет бороться, и мы этот вопрос сейчас поднимаем, и в дальнейшем действительно будем работать над тем, чтобы минимизировать или вообще убрать вот такие вот неформальные, а такие вот рабочие отношения. Вот давайте на этой сфере остановимся чуть подробнее, да, вот именно вопрос трудовых прав. Если продолжать тему, вот мы назвали, да, проблему незаключения контрактов, контрактных обязательств. Что еще в этой сфере присутствует? Какие еще проблемы? Значит, сейчас, дополняя Гамала, хочу сказать, значит, сейчас в настоящий момент фонд проходит свой позитивный эволюционный путь, он только начинает, маховик начинает только раскручиваться. Соответственно, в период работы сейчас выявляются разносторонние разные проблемы, с которыми человек труда сталкивается. Я являюсь активистом фонда, отталкиваюсь от своего опыта, рабочего, трудового опыта. Значит, работая в сфере техники безопасности, уже более 19 лет в электроэнергетике, это, сами знаете, сфера весьма опасная, люди получают травмы, увечья. Ну и, соответственно, периодически случаясь это, мы получаем разносторонний опыт с людьми, когда работаем, ну и выявляем, вот помимо того, что, вот сейчас Гамал сказал, что при наступлении несчастного случая или получении травмы, человек сталкивается, при отсутствии трудовых договоров, инспекция по охране труда практически парализована, она ничего не может сделать. Здесь ни страховых выплат не будет, ни даже поддержки от самого работодателя практически, потому что юридически он является никем, у них нет никаких юридических отношений. И это чревато большими последствиями, поэтому многие люди, соглашаясь на подобные трудовые отношения, сами себя, в первую очередь, подвергают большому риску, потому что ты не можешь предвидеть, что с тобой произойдет завтра, соответственно, при получении любого увечья, а в рисках такой в любой профессии есть практически, соответственно, ты не можешь ни на что рассчитывать. Это тоже, как бы, одна из глобальных проблем, на самом деле, то, что есть, помимо того, что людей обманывают, не выплачивают, помимо этого есть еще оборотная сторона. Фонд также занимается попутно, сейчас вот я сразу же, как стал активистом, вступил в ряды фонда, я сразу же поднял, инициировал несколько предложений со своей стороны о необходимости, значит, в первую очередь, внедрения общественного инспектора, то есть по технике безопасности. Суть работы инспектора при фонде, то есть суть общественного инспектора по охране труда будет заключаться в том, что он будет выявлять риски, то есть опасные факторы в городских условиях. Ну, скажем так, на стройке, допустим, когда мы гуляем по улице, видим, какая-то стройка идет, многоэтажный дом строится. Есть козырек, нет козырька. Мы часто видим, что при строительстве строитель допускает вываливание строительного мусора на тропинку, где ходят люди, но при этом не продумывают пути его обхода. И людям приходится через что-то перепрыгивать. А люди бывают разные, состояние здоровья у всех разное. Есть среди них матери с колясками, есть бабушки, есть дедушки, малые дети. Это может быть как бы незаметно в дневное время, можно обойти и в летнее время, а в зимнее время, а в ночное время. Много людей получают увечья, они просто как бы отряхнутся и дальше пойдут. Кто у нас, допустим, контролирует зимой сосульки? Сколько у нас в городе уже было случаев, по Казахстану вообще, в принципе. Падающий кирпич, если вы помните, в прошлом году у нас, если не изменяет память, по-моему, женщину убила у нас, да? То есть был случай. Вроде КСК там понесло ответственность, но если бы, скажем так, был бы какой-то механизм, рычаги, который в общем состоянии города как бы ходил, мониторил, ребята, вот здесь узкое место. При этом уведомлял Акимат и предприятие. Вот при, допустим, если вы знаете, бизнес, любой бизнес, который владеет собственностью, недвижимостью, к нему есть такое понятие по закону прилегающая территория. Это, по-моему, если я не ошибаюсь, опять я могу погрешность, то ли от метра, то ли до трех метров, что-то такое. Это называется его прилегающая территория, за которой он должен следить. У нас в центре города, вы сами знаете, на областполкоме, допустим, в тех районах, на проспекте у нас, часто, где люди много ходят и натаптывают гололед зимой, образовывают целые валуны, и это до самой весны никто не убирает. И кто за это отвечает? КСК там нет, территория муниципальная, но при этом, муниципальная, но при этом на этой территории расположен бизнес, магазин какой-нибудь, да, соответственно, он должен отвечать за состояние, за содержание территории. Ты, если перед магазином, он надолбит возле своего магазина, а то, что вокруг, по краям, это его совершенно не волнует. И это у нас повсеместно происходит. Это как бы одно из аспектов. Есть также вот по ходу дела, я еще второе предложение сделал по трудовому коллективу. Написал письмо председателю фонда о необходимости внедрения единого паспорта по технике безопасности. Это назревшее. Вроде бы, казалось бы, я работал в нефтегазовом секторе и на газотурбинной электростанции, и столкнулся с тем, что я на проектах работал, на Тенгизе, на Сахалине побывал, здесь в Аксайском проекте поработал. Рабочие сталкиваются с тем, что каждый человек должен, допустим, сварщик, должен пройти там целый цикл обучений. Высотная работа, работы в замкнутом пространстве, земляные работы, кому, кого, как привлекут. При этом он вот такое кипо удостоверение с собой таскает. И это неудобно. В правилах каждом практически отраслевом секторе сказано, когда тебе приходит твое руководство, либо инспектирующий надзорный орган, ты обязан предъявить конкретно профильное удостоверение эквалифицированное. Это неудобно. Я же выступил с предложением создать единый паспорт по технике безопасности. Оно может быть не новое, потому что в некоторых компаниях уже есть. И можно даже прогрузить цифровое, как вот Каспий, документы, либо же в ЕГОВ прогрузить. И тебе не надо эти удостоверения с собой. Мобильник носишь, вытащил, показал, вот я прошел такое-то обучение. Казалось бы, но эргономика, этим тоже надо заниматься. Дальше, значит, я сейчас в данный момент хочу инициировать вопрос по проблеме страховых компаний. У нас со страховыми компаниями беда. Я вообще удивляюсь, почему люди, как бы, многие жалуются на страховые компании, что заставляют нас ходить по кабинетам. Это сами знаете, кабинет одного чиновника, кабинет одного банка. Эту справку принеси, ту. И слова для многих. Рабочий специалист, человек рабочий, технически тем более образованный, он, допустим, столкнулся со словом аннуитет. То есть он не сразу поймет, что это такое аннуитет. То есть для подавляющего большинства рабочего человека труда многие термины финансового, это финансовый документ, в основном страховые компании, это финансовый документ. Соответственно, человек, сталкиваясь с этим проблемой, для него начинается схождение по мукам. Он начинает собирать справки туда, обращается сюда. И в результате Бог его знает, правильно ему делают начисление или нет. Это все как по чайной ложке. Понимаете, страховые компании все начисляют начисление при получении травмы, увечья или, не дай Бог, смертельного исхода, в час по чайной ложке выплачивают. То есть это тоже глобальная проблема. На самом деле у нас в области еженедельно происходит несчастный случай. Ну, не всегда погибают люди, и слава Богу. Но увечья так или иначе люди получают, травмы получают. И, соответственно, за это тоже кто-то, значит, должен нести ответственность. Соответственно, выплаты должны, чтобы лечиться. Люди разного дохода, разного социального прослойки. И, соответственно, разные возможности. Кто-то, для кого-то 150 тысяч, это как бы два раза в магазин сходить. А для кого-то это целая проблема. И, допустим, знаете, если нерв защемит, то упадет человек. И нога, допустим, не так встанет или неправильно будет работать. Ему надо просто массаж назначить. Массажер, скажем, это нервное окончание, чтобы привести, вставить на место. Скажем, сеанс будет 10-15 тысяч. Для сельских жителей это тяжелая неподъемная сумма. Для городских может туда и сюда. Ну, это чувствовать, сами знаете, да. Урбанизация свое дело делает. Соответственно, у людей есть разные доходы. В сельской местности, если ты не в крестьянском хозяйстве занят, как говорится, и по голове скота не держишь. Соответственно, я очень надеюсь, что фонд даст рывок очень большой. Мы отличаемся от профсоюза тем, что у нас более, как бы, мы не повязаны, что ли, как-то более руки развязаны. Соответственно, мы можем мгновенно оказывать помощь людям. Вот как Гамал говорил, юридическая помощь, это, кстати, очень важный аспект. Как личный юрист, буквально. Да. Вот, допустим, в судах, сколько на производствах участвовал, я по своему опыту знаю, у нас очень мало адвокатов, которые могут поддержать техническую терминологию, объяснить суду, в вашей честь, встать и сказать, вот, произошло то-то, то-то, выписка из правил гласит то-то, давление там столько-то было, напряжение столько-то было. То есть, эти технические моменты, в принципе, у нас такой-то нету, как бы, специализации. Да, вот, СИИД, это вот яркий пример того, такого вот активного сторонника фонда. Вот он узнал про фонд, и его-то заинтересовал очень. Он уже почти, да, 20 лет работает вот... В электроэнергетике. В электроэнергетике. Сейчас он является инспектором охраны труда. И его-то заинтересовало и обрадовало, да, он мне сказал, что... Потому что вот такая ниша, она не была ником занята. Действительно, мы... Отличается наша функция от функции профсоюзов. Она намного шире. Профсоюзы, они все-таки работают с рабочими, защищают их права, да, там, по обучению, там, мероприятия, там, предлагают работодателю. Но какая-то зависимость все равно, да, от работодателя есть. Но мы же действительно хороший профсоюз, который работает добросовестно, они наши союзники. Мы только готовы, допустим, да, содействовать таким профсоюзам. Мы готовы, допустим, выступать медиаторами при возникновении трудовых конфликтов между работодателем и работниками. Мы за улучшение трудовых отношений. Мы никаких взносов от сторонников, от работодателей не требуем. Мы от себя, наоборот, предлагаем все бесплатно. Даже вот те обучающие компоненты, которые мы будем сейчас продвигать через промышленные предприятия, это все будет с нашей стороны бесплатно абсолютно. Ну и важно понимать, что определенное количество профсоюзов является, ну, просто карманными, частью самой системы, поэтому... Ну, есть, так и есть, да. Вот хорошо, по поводу прилегающей территории более-менее понятно, то есть на это можно повлиять. Но если мы говорим о самой сфере найма, это же во многом серая зона. А вот как здесь ее проконтролировать и выявить эти нарушения? Потому что это частное производство или частное строительство, туда никто не может быть допущен. Вот как здесь повлиять? Вот удобно предпринимателю договориться на словах и потом в конверте зарплату отдать? Ну, во-первых... Да и во многом очень часто и людям тоже так удобнее, да, что им не нужно опять делать какие-то выплаты, какой-нибудь УСМС, он взял деньги, что называется, на карман, и всем хорошо. Пока что-то не случится. Во-первых, такие трудоотношения без заключения, там, трудового договора или договора, там, гражданского правового характера, это незаконно, во-первых, да. Таких сейчас вот все больше к нам обращаются, которые пострадали от таких вот трудовых отношений без договора. И мы сейчас выявляем и поднимаем этот вопрос. То есть мы должны выводить на чистую воду таких вот недобросовестных предпринимателей, работодателей. Компании такие. Компании такие, да. Во-первых, это незаконно. Ну и, конечно же, от этого сейчас наши, мы сейчас через социальные сети, да, направляем памятки, что так не стоит без трудового договора идти на такую работу. И, конечно же, наши юристы, наш фонд нацелен на то, чтобы с этим явлением, это явление побороть, и действительно, чтобы у нас все было цивилизовано, грамотно и на должном уровне, чтобы они получали, каждый работник, который работает для кого-то, получал свои социальные гарантии, получал, платили налоги соответствующие, пенсионные взносы, и все это было на цивилизованном таком уровне. Какие еще есть инструменты, помимо информирования самих работников, там, будущих, допустим, чтобы они понимали, да, что в случае чего за ними просто ничего не будет стоять, да, никакого документа, они будут полностью бесправны. Но вновь что сделать с тем, что многим компаниям удобно так работать? Во-первых, сейчас вот, дополняя Гамала, хочу сказать просвещение. Это надо в первую очередь просвещать рабочих. Рабочих, это людей, которые исполнителями являются, их надо просвещать. Соответственно, вот через масс-медиа, через средства... Социальные сети. Мы должны заявлять о своем фонде. Мы должны говорить о нем, чтобы люди к нам обращали на нас внимание и обращались к нам. Здесь мы, в нашем фонде, они уже получат конкретную консультацию в его положении конкретную. А что делать, если вот сам заказчик диктует условия? Ну вот человек приходит к нему, просит заключить договор, а ему говорят, послушай, дружище, мы так не делаем, да, это... Давай вот так работать, мы этим не занимаемся, условно говоря. Тогда мы призываем, чтобы они обращались в общественный фонд Адельджиан и Оркендеу, чтобы мы разобрались с этой ситуацией, как говорится, провели разговор, соответствующий с работодателями, довели до них что-то незаконно. Ну, как говорится, незнание закона не освобождает от ответственности. Может быть, некоторые не знают об этом, да, поэтому в этом направлении работа будет вести на постоянной основе, очень серьезно, и по... сейчас вот к концу года мы готовим доклады по каждому из своих направлений. Это вот, допустим, по технике безопасности и охране труда, в целом описать ситуацию по стране, потом отразить то, что мы, наш фонд, сделал за это время, с момента образования. И, конечно же, проанализировав всю эту ситуацию, те данные, которые сейчас у нас имеются, мы все-таки, наше представительство, фонд, есть общественная комиссия при фонде по технике безопасности и охране труда. Вот с представителями этой общественной комиссии мы проехали по некоторым промышленным предприятиям, Костанайской области, Ак-Тюбинской области, вот недавно побывали на Ак-Тюбинском заводе ферросплавов. И наши представители тоже посещают предприятия, и все собранные материалы мы проанализируем, и в конце, конечно же, мы сделаем выводы рекомендации. И после того, как мы представим этот доклад общественности, мы эти рекомендации направим напрямую в правительство Республики Казахстан для принятия соответствующих мер. Помимо техники безопасности и охраны труда, мы готовим доклад по результатам мониторинга качества автомобильных дорог, по результатам мониторинга школьного питания. Также мы уделяем сейчас особое внимание ОСМС, то есть повышение эффективности ОСМС. В этом направлении тоже работа ведется над соответствующими экспертами фонда. И тоже будет подготовлен доклад по итогам этих работ. И все эти результаты, все эти после представления общественности будут направляться в правительство Республики Казахстан. Вот, Дмитрий, по поводу вашего вопроса, касательно того, как выявить людей, которые находятся. Лично, если меня спросить, как человека чисто делиться опытом, если рассказать, вкратце скажу. Если работодатель и работник находятся в созависимых отношениях, скажем так, что он, как говорится, в пакете ему приносит хорошие денежки, то я рекомендую таким людям создать хотя бы, если не получается склонить работодателю, если он его ставит перед условием, либо увольняйся, либо работай дальше, без трудового договора, хотя бы склонить работодателя к созданию договора возмездного найма. Есть такой документ, называется договор возмездного найма. Здесь уже какие-никакие, но юридические отношения будут установлены. Это такой, скажем так, легкий вариант, не трудовой договор, где там нужно... Договор о оказании услуг. Возмездных, да, договор о оказании возмездных услуг. Хотя бы такой документ создать. Это тоже один из инструментов. И потом, если дойдет до какого-то там тяжелого случая, в принципе, я вот как хочу сказать, работодателю, если он, человек его, не дай бог, с ним что-то тяжелое случится, если пострадавшие родственники обратятся в суд, суд все равно докажет, что между ними были отношения. Так или иначе, переписка, свидетельские показания, что он приходил на работу. Плюс еще переводы. Все равно мало-мальски, просто так люди не будут друг другу периодически переводить там деньги. То есть это в суде можно доказать, но это опять-таки, какую ты сумму отстоишь. Это опять на все это влияет. Это тоже из этих расчетных показателей на страховые выплаты влияет. Это не просто так. Но тем не менее, это время займет больше, соответственно. Да, вот, допустим, обратился к нам, да, человек, который работал без договора. Без никакого договора. Да, здесь Инспекция труда уже ничего не может сделать. Но мы будем, не оставим этот человек на празднову судьбы. Мы все-таки будем стараться помочь ему доказать, что он работал. То есть какие-то там фотографии, какие-то свидетельские показания. Кто-то там с ним рядом работал, может, они там какие-то дадут информацию об этом. И над этим мы будем работать и помогать таким вот людям, которые действительно отработали, но не получили в полном объеме. Да. Ну что же, на этом, я думаю, стоит завершить. Я желаю удачи вашему проекту и огромное спасибо за вашу активную позицию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!